С Дилярой мы говорим о том, чем жизнь в Литве отличается от жизни в Казахстане и России, правда ли то, что в Литве живут русофобы, о правах мужчин и женщин в Казахстане и Литве, и о том, легко ли учиться в Литовском университете. Практически сразу после приезда в Литву Диляра убедилась, что рассказы о том, что в этой стране не любят русскоязычных, не более чем выдумка. Что отличается, так это традиции. В Казахстане они совсем другие. Казахстан оказалась действительно стереотипом, и мне очень понравилось здесь, больше европейского. Казахстан все-таки еще на стыке такого перехода, больше как патриархальным государством остается, в то время как здесь, в Литве, уже, я бы сказала, демократичное общество, где права мужчин и женщин практически, практически, не 100%, но все-таки практически на одном уровне. И отношение мужчин к женщинам, это просто 100% другое, чем в Казахстане. По словам Диляры, отношение мужчин к женщинам в Литве совершенно другое, чем в Казахстане. Здесь все зависит от, наверное, религиозных каких-то моментов, потому что сейчас в Казахстане активно пропагандируется какая-то непонятная нравственность. Очень на эту тему много споров в интернете о том, что якобы девушки в короткой юбке, это все-таки аморально, но я с этим в корне не согласна. И если говорить элементарно об этих вещах, то, наверное, девушка в Литве будет спокойно носить короткую юбку, и ее не будут осуждать, а в Казахстане часть общества ее осудит за это. Но я знаю семьи, в которых действительно такое присутствует, которые очень традиционные, к слову, даже хотят, чтобы, например, их дети женились на представителей своей же национальности, говорили на национальном языке, ходили в национальные школы, садики и так далее. У эмиграции в Литву есть определенные сложности. В первую очередь, я считаю, это язык, потому что литовский язык не такой популярный. На нем разговаривает всего лишь, если я не ошибаюсь, 3 миллиона человек. И литовский язык не такой легкий, не такой распространенный, как английский или немецкий, где более-менее приветственные слова не схожи. И я считаю, что для приезжих, в первую очередь, это возникает большой трудностью, большим барьером, потому что нужно выучить, как здороваться, как говорить спасибо, как говорить до свидания или просить помощь. Во-вторых, я считаю, что климат, потому что здесь серых дней больше, и это очень тяжело от своих друзей и одногруппников. Я слышу, что им очень это тяжело, хотя они любят Литву, они действительно все, кого я знаю, им всем здесь нравится, всем нравится Вильнюс, они с радостью сюда возвращаются, приезжают, путешествуют. Но когда здесь неделю стоит эта хмурая погода, льет дождь, и они просто никуда не могут выйти, и это очень тяжело. Учиться в Вильнюсском университете Диляра приехала после того, как получила образование в Казахстане и в России. Первое, на что я обратила внимание, это на разницу студентов в Литве и на разницу студентов в России. Так как я училась в России, я сама там была студентами, я видела, какие были студенты. То есть одни были заинтересованы, но большинство было не особо заинтересовано. Вот. Здесь, что я увидела, как мне показалось, чуть ли не то, что 100%, но отличных 90% заинтересованности в обучении – это факт. Полная библиотека, которая работает круглосуточно. Студенты, которые сидят с 10 и больше книгами на столах, делают какую-то совместную презентацию, что-то обсуждают, как-то креативно к чему-то подходят. И в принципе, то, что они ходят в библиотеки – это то, что я не видела до этого. На данный момент Диляра свою судьбу связывает с Литвой. Но сейчас и в ближайшем будущем я не планирую никуда уезжать. Мне здесь нравится, и я бы хотела вкладывать в развитие Литвы, в литовскую экономику и, в принципе, в жизнь здесь. Помочь этому обществу становиться лучше, рассказывать о Литве больше. Потому что я сама знаю, что о Литве очень мало чего знают за границей, в плане в странах СНГ. И я бы хотела, чтобы о Литве знали больше, знали ее с той стороны, с которой знаю я. Потому что я знаю ее с очень теплой стороны, с очень приветливой, с очень вкусной, с очень интересной. Здесь интересные истории, интересная архитектура, еда, люди. В принципе, здесь очень интересные, и я бы хотела с этим делиться.